здравствуйте меня зовут федор васильев и это проект jumla сенсей урок номер 132 мы продолжаем сами разбирать компонент drop editor и сегодня я покажу вам как пользоваться достаточно полноценным файловым менеджером которые присутствуют в компоненте drop editor то есть опять же я говорю что мы избегаем установка каких-то дополнительных расширений потому что есть очень мощное расширение файловые менеджеры их очень много и это очень много кода большая нагрузка и так далее но у нас здесь все в одном и мы пытаемся с вами за счет одного расширения использовать так сказать много функциональность и мощь одного расширения да и при этом сохранять сайте частоте и легкости но перед этим я хочу вам показать настройки которые я забыл упомянуть в прошлом уроке которые относились к прошлому уроку именно самого редактора то есть смотрите мы с вами редактор подключили прошлом уроке и у нас если мы зайдем в компоненты вы могли обратить внимание что здесь есть дополнительные вкладки то есть вот как раз таки относящиеся к этому редактору drop editor drop files и drop pix то есть drop editor и мы с вами заходили я сказал что мы позже с вами об этих настройках поговорим так и есть это будет следующих уроках здесь же я хочу вам сначала рассказать о вот drop pix вкладке то есть мы можем перейти сюда и видеть все загруженные наши изображения то есть тот же самый этот редактор только вот он здесь как файловый менеджер да то есть точнее медиа менеджер просто здесь есть настройки которых вы должны знать то есть мы непосредственно можем загрузить забрать изображение прямо отсюда или вставить видеофайл и они также будут доступны через менеджер материалов то есть вот мы сюда например эти картинки загрузил именно с этой вкладке дальше я перехожу в материал и вижу здесь эти же изображения то есть то же самое значит мы переходим компоненты drop pix и вот здесь вот справа в углу есть настройки здесь в принципе я много разговаривать не буду потому что здесь все на русском но вы должны знать где они находятся да так сейчас я зайду еще раз drop pix настройки смотрите а здесь а по умолчанию вы можете выставить видите ширина миниатюры то есть это для картинки да то есть у нас сдается это здесь вдруг вам нужно миниатюру большего размера вы это здесь а прописывайте ну здесь ширина большого изображения высота полной картинки в пикселях показывает заголовок lightbox качество jpeg у нас по умолчанию 80 то есть система ужимая чтобы картинка была меньшего качества и соответственно сайт быстрее грузится да будет сжать png здесь есть обрезать изображение можно что-то выбрать параметры одного изображения везде есть подсказки на русском языке то есть можете читать размеры видео изображения здесь есть вкладки одно изображение то есть сразу здесь у нас стоят отступы которые мы видели когда мы загружали изображение то есть по умолчанию мы можем выставить другой другие параметры цвет границы также по умолчанию можно изменить сразу чтобы был для всех другой и другие настройки также есть тема по умолчанию вкладка здесь также можете ознакомиться посмотреть здесь принципе ничего сложного нет можете как бы поля даже не трогать а настраивать каждое изображение когда вы его загружаете ну и стандартная вкладка права присуща в принципе для всех мы очень редко прибегаем к настройкам данной вкладки принципе вот и все то что хотел сказать что касается именно загрузки изображения что здесь есть еще глобальные настройки теперь что касается загрузки файлов то есть это может быть zip файл pdf docs там jpeg любой файл то есть который может быть загружены скачивать вашего сайта как это и где это применяется то есть мы как обычно можем зайти в материал и нам нужно например каждому материалу загружать там не знаю может быть книга какая-то цифровая да у нас вот здесь вот рядом есть такая ссылка до drop files мы сюда кликаем у нас очень похожая ситуация также как и с картинками у вас изначально здесь будет пусто то есть я тут загрузил уже некие файлы то есть сейчас я их удалю чтобы вы лучше понимали то есть изначально у вас здесь не будет вот ничего и файлы загружается абсолютно также здесь как мы загружать с вами изображение давайте попробуем что-то загрузить нажимаем на кнопку выбрать файл я загружу просто некую картинку загрузка происходит здесь мы можем кликнуть по этому фрагменту и у нас также появляются здесь некие настройки но у вас может произойти некая ошибка ошибка вот такого рода если вдруг у вас такое произошло это скорее всего может случиться на хостинге то вам нужно обратиться в службу поддержку хостинга именно написать ticket его смотрите что мне ответил хостер мне ответил что у них стояла защита мод security и они его отключили и теперь файлы загружаются то есть если у вас такое произойдет и файлы не будут загружаться к вам на сайт то это решается все с техподдержка хостинга и так файл мы загрузили смотрите здесь вы можете определить столбцы вот видите здесь наверху кнопка кликаем например галочку просто снимаем и убираются какие-то показатели файла например заголовок вот у нас заголовок zip да вот и мы убираем описание нам например не нужно снимаем галочку описание нет что еще можно сделать здесь можно прямо отсюда скачать кликнув на стрелочку всплывает окно сразу скачать корзинка удалить файл и если мы кликнем по самому файлу здесь мы можем настроить заголовок меняется здесь то есть это который показан вот здесь добавить описание ну тут все понятно время создания время изменения это можно не трогать версия какая-то можно вот она видите версия ее можно вы здесь отключить если нет никакой версии вот версия или прописать здесь какие-то данные хиты это грубо говоря просмотр да и вот это у нас можно загрузить изображение иконку чтобы иконка была здесь напротив загружаем файл но я пробовал у меня почему-то не сработало то есть иконка не появляется но изначально у вас это поле будет отключено сейчас я вам покажу как его включить далее после всех изменений вот здесь можно нажать сохранить и вставить этот файл и в материале он будет выглядеть вот таким вот образом если мы сохранимся на сайте конечно все будет симпатично смотреться переходим на сайт обновляемся вот вы видите у нас стрелочка такая уже изображение что закачать можно указан какой-то архив сразу указан размер нам не надо будет это вписывать формат png просто кликаем всплывает окно и мы закачиваем это все дело на компьютер это можно сделать в каждой статье там в любом модуле html код то есть очень удобная вещь и это может быть как бы несколько раз да не ограничено просто ставим курсор чтобы мигал после вот этого нашего фрагмента нажимаем enter чтобы курсор мигал с новой строки нажимаем дроп файл например нам нужно еще что-то залить нажимаем выбрать например я выбираю картинку то есть картинку gpg открыть у нас загружается картиночка вот у нас видно здесь gpg все то же самое параметры меняются вставить и у нас уже два элемента сохраняемся и ведь у нас уже два элемента давайте посмотрим на общий менеджер загрузки то есть выходим из статьи переходим смотрите компоненты и у нас здесь есть дроп файл мы кликаем видим наши загруженные элементы то есть то же самое что с изображениями то есть когда мы загружали изображение статью здесь такой же менеджер и также прямо отсюда можно загрузить необходимые файлы и смотрите здесь есть кнопка настройки давайте перейдем сюда во первых здесь есть разрешенные расширения то есть это вот это zip там jpeg если есть например mp3 файл он у вас не загрузится потому что его здесь списке нет через запятую здесь можно добавить разрешенные типы файлов например вот mp3 как я и сказал использовать просмотрщик то есть в lightbox тут уже тоже настраиваете так как вам нужно можете оставить так как есть открыть pdf в браузере если у вас pdf файл на сайте чтобы он сразу в браузере открывался можно поставить да и предварительный просмотр расширений также но здесь все принципе стоит кстати mp3 здесь есть уже вот здесь максимальный размер загружаемого файла здесь можно выставить сразу хочу вас предупредить всегда помните что у вас хостинг если у вас не выделенный сервер с большим дисковым пространством то лучше не пользоваться и не загружать файл непосредственно на сайт сейчас я вам покажу как использовать сторонние ссылки например облачное хранилище и будет также красиво выглядеть через такой же вот прямоугольный элемент со всеми данными но только ссылка будет открываться именно облачного хранилища до ссылка например mail.ru облака сейчас посмотрим как это делается дальше смотрите ну формат даты можно не трогать импортер файлов вот хотел вам показать что такое если включим да нажмем сохранить закрыть у нас здесь появляется структура файлов джумала то есть мы можем прямо отсюда выгружать файлы в наш менеджер то есть грубо говоря зайдем например откроем папку images здесь есть какие-то изображения просто выделяем наше вот изображение галочкой да и здесь импорт окей и у нас вот здесь вот сразу списке появляется изображение которое из структуры папок мы выдернули и загрузили файлы менеджер но я не знаю я считаю что это не нужно мы можем загружать файлы так как нам как бы это необходимо возможно просто если у вас много файлов изображений уже находятся каких-то файлов уже ранее загруженных в папку здесь чтобы например разумных всех выделить например вот так нажать импорт и тогда они как бы масло загружается вот вы видите здесь в менеджер не знаю я бы это не использовал и в общем вы знаете где это есть это импортер файлов seo url здесь в принципе подсказки написано можно принципе оставить как есть добавить удаленный файл вот что интересно нажимаем да нажимаем сохранить закрыть появляется сразу здесь кнопка добавить удаленный файл в принципе можно посмотреть сразу как это будет выглядеть в статье давайте перейдем менеджер материалов здесь я все удалю заходим в облака я беру ссылку из облака mail.ru нажимаю drop files нажимаю на ссылку на кнопку добавить удаленный файл во всплывающем окне заголовок названием того чего скачивают человек скачать там например этот компонент url мы полный url вставляем из облака и тип файла ну в каком вы сжали там не знаю zip например туда и сохранить вот у нас внизу помечается zip скачать если мы выделяем фрагмент также опубликовать не опубликовать заголовок здесь поменять здесь также тип переименовать можно сама ссылка на облака описание ну тут все то же самое и нажимаем вставить нажимаем сохранить идем на сайт обновляемся видите выглядит абсолютно также и размер все показано кликаем и открывается у нас уже непосредственно облака то есть вот этот вариант я рекомендую использовать всем чтобы сайт был небольшим и не нагружался даже если у вас если файлы весит очень мало с годами помните сайт будет утяжеляться то есть сам сайт будет большой занимать много дискового пространства и если вы не рассчитываете на мощный сервер и нет необходимости именно чтобы это было загружено с сайта лучше использовать облачные хранилища они для этого и созданы причем сейчас широкое изобилие там drive google короче по моему так называется яндекс диск там у всех есть свои облачные хранилища уже я не бесплатные по большой части своей поэтому я считаю что лучше использовать этот вариант и потом как редактировать файл кстати можно двойным щелчком левой кнопкой мыши быстро кликнуть на файл и он сразу открывается в режиме редактирования то есть не надо ничего удалять можем быстро его отредактировать просто кликнув два раза мышкой по нему и все он открывается именно в режиме редактировать то есть добавить удаленный файл до рекомендую оставлять использовать редактор смотрите если да это в описании появится редактор настраиваемый иконку вас вот будет по умолчанию нет ну может ее не знаю может вас загрузится у меня почему-то не получилось я ее отключу используйте редактора смотрите давайте посмотрим сохранить закрыть то есть вот внизу иконка видите исчезла вот здесь вот описание то что у нас описание вот колонка пустая здесь теперь есть редактор то есть ну как работает я думаю понятно посмотрите вот мы вы выделили наш zip скачать например здесь будет слово нажмем сохранить а вот видите появился в колонке слова тест и просто выделяем например делаем курсив сохранить и видно что вот здесь теперь тест вот он курсив кстати можно вот так перемещать местами зажав левую кнопку мыши наверх переместить элемент то есть любой элемент можно двигать вот так мышкой переходим в настройки то есть это можно использовать и вот смотрите параметры одного файла на странице у нас имеется вот видите цвет вот этого подложки этого прямоугольника до по умолчанию это мы можем легко менять то есть цвет фона выбирается здесь например цвет при наведении и цвет шрифта то есть текста который написан там то есть там размер скачать и так далее вот функция загрузки только мне не совсем понятно что это значит я это поле не трогаю нажимаем сохранить обновляемся вот вы видите у нас синим цветом то есть можно настроить под дизайн вашего шаблона и при наведении красным это сама подложечка меняется дальше у нас имеется вкладка тема по умолчанию здесь я так понял что это у нас типа отступы но у меня почему тоже не сработало я пробовал сделать больше отступ как я понял это отступ вот этой вот все конструкции да по идее это должно быть так но у меня это не сработал показывать размер то есть по умолчанию можно это даже отключать здесь чтобы вообще не показывался ну размер показать я думаю это прикольная вещь вот видите 128 килобайт размер показывать заголовок показывать версию то есть давайте сохранимся так но все равно показывается то есть вот тоже не совсем понятно что происходит да возможно это какие-то баги но вот у меня не получилось отключить вот эти вот вещи то есть они отключаются и в глобальных настройках также возможно у вас получится если это получится напишите пожалуйста как вы это реализовали то есть у нас вот в глобальных настройках здесь отключаю я и почему-то не срабатывается она показывается цвет фона ссылки для загрузки цвет ссылки для загрузки показывать дату добавления и в принципе все вот они все настройки надеюсь у вас все получится надеюсь у вас не возникнет проблем как у меня возникли в самом начале то есть у меня не пускал ни один файл для загрузки пришлось разбираться с хостингом да на это у меня ушел ушли целые сутки пока не ответили пока разобрали в чем дело но я решение вам дал это что касается на загрузки файлов вообще эта тема очень классная да мы получается одним выстрелом убиваем сразу нескольких зайцев не нужен нам файловый менеджер отдельный компонент у нас отличная загрузка фотографий изображений на сайт и у нас тут еще есть много материалов для обсуждения данного расширения потому что здесь мы еще будем рассматривать как добавлять всевозможные там стиле колонки тут очень классный есть список всевозможными иконками делать очень крутые колонки там всякие шаблоны сохранять и много много других здесь полезных инструментов как добавлять google шрифты здесь все как на группы разграничивать как вывести на фронтальную часть сайту загрузка там изображений файлов и так далее это мы все с вами еще рассмотрим надеюсь урок для вас был полезным если это так поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал чтобы не пропустить новые познавательные выпуски на этом я с вами прощаюсь и до нового видео если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а